Ладили, как они курей ловили, блины напекли, и по соседству там пацаны, у них, то есть семья была, у них детей много было, и этот немец как дал ему под задкованным сапогом своим, так он отлетел и рассек ему задницу. Вот эти финны, мадьяры, как попробуй на него не так посмотри, да, и все запомнилось. Грохот, это канонады было очень слышно, и помнится, вот в три с половиной года, хорошо помню, грохот был, я смотрела на небо, как наступает под Воронежем, и женщины в кружочек тихо сходились, тихо сходились, и говорит одна женщина, вот я помню, небо показывает, говорит, немец лютует, все слышно, грохот, разрывы, вот такое наше детство. Окоп на нашем огороде вырытый был, мать вела четырех детей в окоп ночевать, а утром приводила снова. С воспоминаний о тяжелом военном детстве началась наша беседа с семейными долгожителями Николаем Ивановичем и Зинаидой Петровной Акуленко. Они познали все ужасы Великой Отечественной, потерю близких и бедность, голод и холод. Николай Акуленко родился в деревне Пашково Брянской области, Зинаида в деревне Малая Добренко на Тамбовщине. Как говорится, пути Господни неисповедимы. Так в начале 50-х годов прошлого века по программе переселения оба оказались на Дальнем Востоке. И с разницей в год поступили в один вуз, педагогический институт города Ворошилова, ныне Уссурийска. Она обучалась математике, а он физике. Там и свела их судьба. У меня был друг такой инициативный. Я говорю, вот нравится мне эта девчонка. А сам вот стесняюсь. Я был очень стеснительный. Очень. А вдруг, стоп, подожди я, Макар, Николай Макаров. Я, говорит, вас познакомлю. Я шла с института, а он бежит. Зина, ты смотрела вот эту картину? А мы картины все просматривали, новые. Я говорю, да еще не успела. Девчонки сходили, а я вот не сходила. Ой, и я, мальчишки все сходили. Пойдем сегодня на 6 часов. Я билет возьму. Я, когда спускаюсь к 6 часам в общежитии, ну, идти. Стоят, тот и этот стоит. И он ему дает билет. Вот я для кого брала. Я говорю, ну, ты даешь. Что это такое? И так подвел меня еще. Думал, не идти. Ну, да пошла. Ну, а потом вот слово за слово. И так вот с этой минутой. И мы вот вместе по одной дорожке. Молодоженами Николай и Зинаида стали, когда им было 23 и 22 года соответственно. А в этом году они отметили свою бриллиантовую свадьбу. Так, рука об руку и продолжают идти уже 60 лет. Вместе везде и всегда. И в семье, и на работе. Общий трудовой стаж в школе Читы Акуленко без малого 100 лет. Большую часть жизни провели в поселке Заводской и работали в одной школе. Зинаида Петровна учителем математики, Николай Иванович – директором. Она как специалист, она очень высокого класса специалист. Поэтому к ней… Я тянула его в школу, тянула. Вот. А к ней идут за помощью. Вот у нас совещание. Приезжай за в Горонок Нисько. Все боятся выступать, все боятся. Ага. А он уже напланировал, кого из учителей. Кто? Ну, я первая. И я начала, что я делаю, что тут, как с учениками работаю, как первое место занял мой кабинет математики по оформлению. Ага. И тогда уже после она говорит, о-о-о-о, ну, очень на высоком уровне держится у вас школа. Зинаида Петровна все силы и знания отдавала любимой работе. Уроки, ежедневные занятия с отстающими учениками, общественная деятельность. Также и Николай Иванович. В 60-е годы школа номер 10 была примером во всем. Много гражданских инициатив родилось именно здесь. Кабинетная система. Во-первых, мы первые в городе внедряли кабинетную систему. Кабинет. Музей боевой славы. Не только музей. Вот первыми мы начали еще когда 9 мая, не было государственным праздником. Ага, вот тут обратите внимание. Не было еще. А мы вот уже с 66-го года проводили такие мероприятия. Массовые. Что собирался весь поселок. Создали музей боевой славы. И на базе моего класса, я классный руководитель, красились медопыты. В ее класс были поисковые группы. Приезжала женщина с Ленинграда тогда был. Ленинград. У которой погиб муж без вести. И она не знала где. И вот эта поисковая группа. Мы нашли. И она решила посмотреть в глаза, кто нашел ее мужа. И детишкам. Она была такая благодарна. Приезжала с подарками. С подарками она приехала. На высоте было и трудовое воспитание школьников. За свою профессиональную трудовую деятельность Николай и Зинаида Окуленко имеют множество правительственных наград и почетные звания. Они и до сих пор продолжают трудиться. Например, Зинаида Петровна с удовольствием помогает подготавливать к экзаменам по математике в школах и вузах внуков, друзей и знакомых. Супруги Окуленко вырастили двоих детей – сына и дочь, которые сегодня проживают в Санкт-Петербурге. Большая и дружная семья насчитывает 14 человек. Наши герои с гордостью и любовью рассказывают о своих внуках и правнуках. Все готовы им отдать. И отдать, и помогать. И помогаем до сих пор. С внучками мы, они тут жили во Владивостоке, одна серебряную медаль получила, другая внучка – золотую медаль, благодаря нам. Они приезжали каждую субботу, два дня, субботу-воскресенье, когда они учились. А мы им помогали, накачивали их. Он физика, я математика, он еще историю хорошо. И по истории. И они учились очень хорошо и получили обе медали. Мы попросили супруга Факуленко поделиться формулой семейного счастья. Динаида Петровна ответила так. Чтобы прожить долгую совместную жизнь, необходимо максимум терпения, доверия и взаимопомощи. И все эти качества должны быть помножены на одно самое главное чувство. Он помогал много, поэтому придем мы вместе, стираем вместе, я вешаю, он там подает, готовим вместе, это нам очень помогало. И поэтому школа и семья у нас как-то единое целое было. Но если учителя захотели куда-то в лес в воскресенье и приглашают, ну, все учителя, то я говорю, как ты думаешь, у нас вот маленькие дети, где им будет лучше? Вот мы пойдем туда или мы останемся дома? Да, останемся дома, им будет лучше. Да, мы любим друг друга, любим. Хоть мы иногда поругаемся там с ним, а это все потом как-то как мелочь отпадает. И главное вперед. Мы довольны своей жизнью. Да. Мы довольны своей жизнью. Вот еще уже скоро 84, а мы еще вот живя, так скажем... И душа молодая. Душа молодая. Вот нам еще много хочется. Еще и думаем, много-много будем еще делать. Еще жить очень хочется. Поэтому считаем себя счастливыми. Да. Субтитры подогнал «Симон»